В регионе продолжается уборочная, уже обмолочена более 160 тысяч гектаров площадей. Важно не только убрать урожай, но и сохранить его. Решить задачу аграриям помогает послеуборочная техника, зерносушильные и очистительные комплексы. Как быстро окупаются вложенные в них инвестиции, расскажет Жанна Алпатова. После торжественного старта новый зерносушильный комплекс принимает первые зерновозы с озимой пшеницей. Ее ссыпают в завальную яму, затем продукция проходит тщательную очистку, сушку и далее отправляется на хранение. Запустить такой объект в начале уборочной страды решило Сапожковское сельхозпредприятие. Чтобы иметь возможность оперативно проводить уборочную кампанию и не зависеть ни от переменчивой погоды, ни от услуг сторонних леваторов, к помощи которых приходилось прибегать ранее. Шли максимальными тэпами, наращивая производство, несмотря ни на что, ни на санкции, ни на другие катаклизмы. Всегда производство увеличивали, что в дальнейшем дало развитие хозяйства. Этот комплекс позволяет перерабатывать до 2400 тонн зерна в сутки. А шахтная зерносушилка Веста, установленная здесь, одна из самых производительных в Рязанской области. Благодаря высокой равномерности сушки и современной автоматизации, она подходит для сушки пожароопасных культур, продовольственного и капризного семенного материала. Ее производительность 100 тонн часа по зерну пшеницы. Может она принимать любые культуры, хоть масличные, хоть бобовые, хоть зерновые. С любой влажностью будет сушить. Данная сушилка оснащена линейной горелкой, что позволяет достигать более равномерной сушки по всей плоскости шахты. В качестве поставщика оборудования был выбран Нижегородский завод Мелинвеста. Официальный дилер, компания Агросила, взяла на себя проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. От проекта до запуска прошел всего год и три месяца. Оборудование завода приходит уже в модульные сборки. За счет этого мы добиваемся быстрого монтажа и быстрого проведения пусконаладочных работ. Сейчас в Рязанской области работает 130 зерноочистительно-сушильных комплексов. Региональные власти поддерживают аграриев, предоставляя субсидии на элеваторное оборудование в размере 20%. Важно качественное зерно. Оно и стоит дороже, и потребительские свойства лучше. Поэтому важна скорость процесса. Недооценить это невозможно. Это должно быть в каждом хозяйстве. В планах у Сапашковского хозяйства расширить емкость комплекса, добавив силосы для хранения переработанного зерна. Жанна Алпатова, Виктория Данильна, Юрий Косоротов, Вести Рязань.